Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале и как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А на календаре у нас сегодня очень знаменательная дата, сегодня 28 июня, день Украинской Конституции. Или Конституции Украины, нашей незалежной, которая принималась в таких же тяжелых условиях, в условиях можно сказать блокады. Потому что, я не знаю, рассказывать о героическом труде депутатов, я помню то время, что было очень много разногласий и не было единства мнений. И тогда Кучма на тот момент президент Украины поставил ультиматум, что пока не проголосуете, из зала не выйдете. Вот именно поэтому депутаты там остались на ночь. И в 9 часов утра они проголосовали за больше 315 голосов за принятие Конституции. С условием, что дальше можно будет ее дорабатывать. Ну, живем мы, просуществовала она очень много лет. И благодаря... Там, кстати, есть очень ценные статьи, статьи о местном самоуправлении, о полномочиях местного самоуправления, что сейчас пытаются выхолостить из этой Конституции и все перетянуть одеяло на кабинет министров, на центральную власть, на Верховную Раду. Но я надеюсь, что мы все равно ее доработаем после войны и усовершенствуем в пользу народа Украины. Так что ждем Конституции нас. Также напомню о том, что юридическая компания «Консультант» ждет обращений военнослужащих и членов их семей за юридической помощью в решении проблемных вопросов прохождения службы и финансовых выплат. Причем выплат как военнослужащим, так и членам их семей. Первая консультация бесплатна. А дальше вы сами определяетесь, как вам быть и с кем решать эту проблему. Совместно с фирмой, консультант или самостоятельно. Реквизиты для обращения в эту фирму вы найдете в описании к этому видео. Ну а мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки. И несмотря на то, что ночь прошла в основном спокойно, без тревог, воздушные силы вооруженных сил Украины дали нам такую сводку небольшую о том, что в зоне ответственности командования Восток и командования Юг, воздушного командования Восток и воздушного командования Юг, было сбито несколько беспилотников оперативно-тактического уровня, как ударных, так и разведывательных. Это в основном линия фронта и прифронтовые территории. Итак, за прошедшую ночь было сбито два ударных беспилотника типа «Ланцет», разведывательный «Зала», «Орлан» и «Суперкам» по одному, и один беспилотник, тип которого сейчас устанавливается. Вот такая воздушная обстановка была на линии фронта в эту прошедшую ночь. Ну а мы спускаемся на землю и идем на основную линию фронта, сухопутную. И генеральный штаб сообщает нам, что за прошедшие сутки на линии фронта произошло 140 боевых столкновений. То есть, видите, выровнялась цифра, и примерно плюс-минус тенденция сохраняется стабильно, до 140, иногда чуть больше, иногда чуть меньше боевых столкновений происходит на линии фронта. По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктов, прилегающей к фронту территории, 7 ракетных ударов с применением 9 ракет, 48 авиационных ударов, в частности с применением 77 кабов, и совершил порядка 4300 обстрелов наших позиций и прилегающих к ним территории из реактивных и артиллерийских систем. В том числе 109 обстрелов было с применением реактивных систем залпового огня. Также было совершено вражескими войсками более 1300 атак, дронами камикадзе разных типов по нашим позициям. Здесь включается все, согласно боевых донесений нашего командного состава, включается все, начиная от самых маленьких IPV-дронов, которые атакуют наши позиции и наших военнослужащих, заканчивая дронами оперативно-тактического уровня. Далее пройдемся по оперативным направлениям. И начнем мы с Харьковского направления. Здесь у нас появилась новая горячая точка. Это Сотницкая-Казачка, населенный пункт. Я вам вчера про нее рассказывал. Там была попытка захода диверсионно-разведанной группы врага, которая вступила в стрелковый бой с нашими пограничниками. Они были вынуждены вызвать противодиверсионный резерв. Они запросили поддержку артиллерии, что было предоставлено. Но и по результатам этого боя, расистским диверсантам не удалось закрепиться. Они пытались закрепиться в этом населенном пункте. Им не удалось закрепиться. Понеся потери, враг отошел на свою территорию. Сейчас в этом населенном пункте мы его полностью контролируем до государственной границы Украины. Ну и также остаются два плацдарма Волчанск и Липцы. Где нашим войскам удалось стабилизировать ситуацию. И несмотря на то, что враг еще пытается проводить штурмовые действия, а именно три штурма было в течение суток на этих двух плацдармах, они успеха не имели. Наши войска продолжают удерживать линии обороны, свои позиции. И продолжают наносить врагу довольно ощутимый урон. Причем ситуация на Харьковском направлении развивается в нашу пользу. И вражескому командованию приходится уже решать очень, я бы сказал, серьезную задачу в плане, где взять резерв, для того, чтобы перебросить его на Харьковское направление. Мы знаем, что они снимали, часть подразделений было снято с Херсонского направления, ну мы называем его Приднепровское, переброшено сюда. Часть они вытягивают из тех моб, ресурсов, которые собирают военкоматы, из глубины страны. Часть они привлекают наемников. Мы, кстати, вот на Волчанском плацдарме уже встречали и сомалийцев, и непальцев среди убитых и раненых, и сдавшихся в плен. Так что там сборная солянка. Но, судя по всему, у российского командования нет плана по усилению. Нечем усиливать эти войска, развертывать. И, скорее всего, проводя, они сейчас отвели часть сил и средств на ротацию, то есть для восстановления боеспособности. И, скорее всего, если и будут их возвращать, то на ту линию обороны, как я уже и говорил, которая построена в 2,5 километрах за Волчанском. И на плацдарме Липцы, где-то в 5 километрах вглубь нашей территории, от государственной границы Украины. Далее идет на Скупенское направление. Здесь активность довольно высокая. Она сохраняется на том же самом уровне. 10 боестолкновений произошло за прошедшие сутки. Степная Новоселовка, Северо-Восточная Петропавловка, Песчаная, Стельмаховка и Андреевка. Это основные места и районы населенных пунктов, где враг проводил вот эти 10 атак на наши позиции. Мы наращиваем здесь наши рубежи обороны. Мы стараемся повысить стойкость обороны, для того, чтобы не допустить продвижения противников вглубь нашей территории. И, в принципе, скажу так, что устойчивость на Купенском направлении, устойчивость нашей обороны довольно высокая. За, несмотря на 10 попыток атаковать наши позиции, враг успеха не имел, и линия фронта на Купенском направлении не претерпела никаких изменений. Ливанское направление. Ну, здесь немножко послабее боевая активность. Тут, наоборот, наши войска провели несколько таких, я бы сказал, серьезных, контратакующих действий и в районе Серебрянского леса, и в направлении Тернов и Торского. Поэтому, как бы, враг, понимая, что мы довольно серьезно занимаемся вопросом устойчивости обороны, особо больших таких масштабных атак не предпринимает. Хотя, 8 раз пытался атаковать наши позиции. В основном это район Купенок, Невского, Макеевки, тех же Тернов, того же Торского. Бои продолжались до поздней ночи, но наши войска отбили все атаки противника и линия фронта осталась без изменений на Лиманском оперативном направлении. Северское направление. Тут немножко послабил свою боевую активность российские оккупационные войска. 6 раз пытались атаковать наши позиции вражеские войска. В основном это вблизи Спорного, Раздолевки и Выемки. Они пытаются давить на нашу оборону, но в эти сутки безуспешно. Мы предпринимаем меры на северском направлении, предпринимаем меры для того, чтобы стойкость обороны была достаточная. Краматорское направление. Но тут тоже идет резкое снижение боевой активности. Кстати, я так понимаю, что здесь расистское командование командование пытается определиться, где, с какой стороны атаковать Часов Яр. В лоб атаковать они уже поняли, что не получится. Несмотря на то, что они там частично имели успех в районе вот этого района города, микрорайон Канал. Я вам говорил, что там линия фронта постоянно динамично двигается в обе стороны, потому что они пытаются захватить какие-то дома. Мы пытаемся их оттуда выбить. Но в любом случае, это не дает шансов на дальнейшее продвижение. Они даже не вышли еще. Ну, как бы, дойти до Канала для них стало невозможным. А это, ну, практически две трети еще того района города под названием Канал, который они пытаются захватить. Причем попытки были зайти с севера через лесопосадку. Они там пытались прорваться. Не получилось. Потом была попытка зайти с юга. То же самое успеха не имели. Ну, а атаки в лоб приводят только к большим потерям среди российских оккупационных войск. И российское командование вместо организации очередной волны или серии атак на нашей позиции вынуждено отводить подразделение части во второй эшелон для их быстрого доукомплектования и восстановления боеспособности. То есть у нас такая, будем говорить, мы организовали там на Краматорском направлении, на направлении Часовая Яра организовали такую довольно серьезную мясорубку для российских оккупантов. Также, кстати, южный фланг. Ивановская, Клещиевка, Андреевка. Там сколько уже приложено усилий и сколько враг пытался атаковать наши позиции, линия фронта практически стоит на месте. Уже не первую даже неделю. Не то, что не одни сутки. Не удается врагу продвинуться с южного направления для того, чтобы с юга зайти на Часов Яр. Надо обходить там гряду высот и потом вдоль трассы на Константиновку двигаться и с юга пытаться, даже уже с юга-запада пытаться заходить Часов Яр. Нет, они не могут пройти Ивановку, Клещиевку, Андреевку. Вот эти три населенных пункта, рубеж там довольно серьезный. Кстати, сейчас опять же, вот вообще на Краматорском направлении, видимо, российское командование думает о довольно серьезной перегруппировке войск, потому что то, что там наступало, оно сильно потрепанное, скажем так, мягко выражаясь. И поэтому, возможно, туда будут переброшены даже предположительно. Это предполагается. Для того, чтобы организовать прорыв, нужна что? Нужны танки, нужна броня. Где это можно взять? Это можно взять, допустим, на Купинском направлении. С первой танковой армии снять один-два танковых полка. Ну, тогда это просядет Купинское направление. Там будет меньше бронетехники. Ну, посмотрим. А сейчас, на данный момент, теми силами, которые есть, шесть атак всего смогли организовать Раширское командование на Краматорском направлении. Линия фронта осталась без изменений. Далее, Торецкое направление. А вот здесь резкий скачок боевой активности. Ну, они давно не... Это направление было, будем так говорить, немножко в тени, немножко в стороне от основных событий. Но вот они решили активизироваться. 26 штурмов наших позиций на Торецком направлении. Основные атаки были в районе населенного пункта Дружбы, Железного, Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Враг... Они решили... Ну, вот это продвижение в районе Северного и Шумов, видимо, вселило какую-то надежду в командование урошистских войск в том плане, что они могут прорваться до Торецка и таким образом практически рассечь нашу группировку напополам, на Северную и Южную часть. Но ситуация не настолько критична, как, видимо, показалось рашистскому команду. И несмотря на то, что они бросили туда достаточно большое количество сил и средств, 26 штурмов за сутки, но линия фронта остается без изменений. То есть наши войска смогли отбить все атакующие действия рашистских войск. Линия фронта без изменений. На Бокровском направлении тут такая же обстановка, но она, я скажу, даже снизилась боевая активность. Если раньше мы с вами, вчера еще мы с вами говорили о том, что в районе 40 штурмов в сутки держится боевая активность со стороны рашистских оккупационных войск, то сегодня мы наблюдаем всего-навсего 27 атак рашистов на наши позиции. Да, практически по всем направлениям Воздвиженка, Новоалександровка, Евгеньевка, Прогресс, Новоселовка Первая, Карловка, Уманская. Они пытаются атаковать по всей линии фронта, ну, в надежде найти хоть где-то слабое место для того, чтобы попытаться прорвать нашу оборону и начать развивать успех в глубину. Не получается. На сегодняшний день стойкость обороны на Покровском направлении довольно высокая. И мы чем дальше, тем больше стараемся ее укрепить. Поэтому даже 27 атак наших позиций не увенчались успехом. Ни одна из них не увенчалась успехом. Линия фронта осталась на Покровском направлении без изменений. Кураховское направление тоже. Ну, вот три. Краматорское, Покровское, Кураховское. Вот это сосредоточение усилий основное. Покровское, я так понимаю, главное направление. Сейчас они немножко усилили свои давления на Торецком направлении. Все направлено на Покровском. Прорваться на Покровск, который, как я вам вчера объяснял, имеет оперативное значение в плане захвата территории Донецкой области расистскими оккупационными войсками. Поэтому на Кураховском направлении в течение суток мы наблюдаем 18 атак противника на позиции сил обороны. Две атаки были очень мощные и продолжались практически до поздней ночи. Но все равно наши силы обороны устояли. Ситуация остается под контролем сил обороны Украины. И линия фронта остается без изменений. На Кураховском направлении враг успехов не добился. Времовское направление. Тут в районе Константиновки противник пытался атаковать наши позиции. Три атаки были произведены на нашей позиции. Бои продолжаются до сих пор. Там трудно сказать, закончилась эта атака или нет. Потому что штурмовые действия в районе Константиновки длились практически всю ночь. Вполне возможно, они продолжаются и сейчас. Но, тем не менее, данных о оставлении позиции с нашей стороны не поступало. И линия фронта остается без изменений. Ореховское направление. Тут враг в районе Малой Токмачки попробовал атаковать наши позиции, но успеха не имел. И, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Приднепровское направление. Здесь активизировались вражеские войска. Десять штурмов было предпринято на нашей плацдарме на левом берегу. И противник, в принципе, давил изо всех сил, которые у него имелись на данный момент. Но это не принесло никаких успехов. Плацдармы остались на месте. А противник, понеся потери, отступил на исходные рубежи. И с нашей стороны потери позиций не допущены. Плацдармы продолжают сражаться, продолжают пытаться нарастить боевой потенциал и наносят врагу ощутимый урон. Ситуация на левом береге Днепра находится под контролем сил обороны Украины. Кстати, надо отметить, что принято решение уже командующими силами беспилотных систем новым, что Птицы Мадера, подразделение, которое, кстати, начинало свою боевую... Точнее, не начинало, а недавно было переброшено с Днепровского направления на Харьковское. Но у них здесь осталась часть подразделения, но основная ушла на Харьковское там, помогать. Сейчас на базе этого подразделения разворачивается полк. Настоящий полк беспилотных систем. Отдельный полк беспилотных систем. Сам Мадер приглашает, он записал видеообращение, приглашает всех желающих в рекрутинговый центр этого полка, пройти отбор и стать оператором беспилотных систем. 119 вакансий открыто на сегодняшний день для формирования этого полка. Так что желающие могут присоединиться и влиться в ряды птиц Мадера на тех направлениях, где будут воевать подразделения этого полка. Но я скажу, что левый берег, плацдармы этого, это особенно в тот период, когда у нас была нехватка боеприпасов, и наша артиллерия, кто открывал огонь только в крайних случаях для поддержки пехоты, вот тогда эти птицы Мадера, они просто выручали нашу морскую пехоту на левом берегу. Столько, сколько они пожгли там врага, ну это надо еще посчитать. Это очень будет большая цифра. Так что, в общем, надо констатировать, что за прошедшие сутки на линии фронта, точнее изменений в конфигурации линии фронта не произошло. Наши войска удержали все позиции, которые они занимали на начало предыдущих прошедших суток. По огневым задачам, которые выполнялись воздушными силами и ракетными войсками артиллерии сил обороны Украины. Наши войска поразили пять районов сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага, одно средство противовоздушной обороны, радиолокационную станцию противника, а также три состава с боеприпасами в прифронтовой полосе. За прошедшие сутки общей потери российских оккупантов составили в личном составе 1170 оккупантов уничтожено или выведено из строя, техники и вооружений два танка 24 единицы, боевых бронированных машинах 21 единица, артиллерийских систем 60 единиц, беспилотников оперативно-тактического уровня 50 единиц, реактивных систем залпового огня 1 единица, три средства ПВО, один самолет, ну, кстати, уже не один, потому как сегодня еще один добавится, но он будет уже в завтрашней сводке, пять крылатых ракет, автомобильной техники 46 единиц, и специальной техники 11 единиц. Вот такие потери суммарно понес враг на всей линии фронта от Харькова до Олеша. Ну и два слова о боевых действиях на территории врага. Сегодня около 4 часов 35 минут по местному времени беспилотник атаковал нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. Она горит. Об этом сообщил Тамбовский губернатор. А более подробно информация звучит так. Атакована узловая станция магистральных нефтепродуктов в Тамбовской области. Это не просто нефтебаза, это перекачивающая станция, которая находится на магистралях по продуктопроводам, которые перекачивают нефть, топливо, различных видов. Дрон попал в резервуар с нефтью линейной производственно-диспетчерской станции Никольская акционерного общества АК Транснефтепродукт в селе Новонекольская. Это узловая станция магистральных нефтепродуктов. Также этой ночью дрона атаковали завод микроэлектроники и войсковую часть в Брянской области. Известно, что на заводе Кремний-Л так называется завод повреждена крыша производственного корпуса в войсковой части. А в войсковой части поражен склад. Там завод и войсковая часть они находятся практически в одном городке. Я так понимаю, либо это войсковая часть как прикрытие этого завода скорее всего, а может быть это настолько это завод, который обеспечивает он один из крупнейших в Российской Федерации производителей микроэлектроники. Там в том числе создают комплектующие для военной техники. Кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, вот этот якобы а-ля российский первый отечественный микрочип Эльбрус или микропроцессор на чип он не тянет, который если нагреть феном и отклеить этикетку, то там написано Made in Taiwan. Помните это видео? с разоблачением импортозамещения. Это, по-моему, относится к этому заводу. Так что он тоже был атакован дронами. Чьи дроны атаковали завод, пока на момент записи этого ролика неизвестно. Но я думаю, что сегодня до вечера мы будем знать, чьи это были дроны, какой спецслужбы или вооруженные силы может быть уже применяют дроны дальнего радиуса действия. И, соответственно, завтра я вам уже в подробностях деталей будет больше. Появятся спутниковые снимки сегодня или к вечеру, или завтра к утру. И завтра мы уже разберем в деталях, что повреждено, что горит, что, может быть, продолжает гореть. Я думаю, что нефтебазу емкость с нефтью потушить очень сложно. Если она еще и повреждена и вытокнет нефти из резервуара, то это будет продолжаться очень и очень долго. Ну, вот такая вот военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях, в том числе и на территории врага. Врага, война, процесс обоюдный, поэтому мы максимально стараемся перенести боевые действия на территорию страны-агрессора. Они должны понимать, что такое война. И дальше думать своей головой, продолжать ее или нет. Ну, а скажем еще два слова о международной военно-политической обстановке, которая происходит как в нашей стране, так и за рубежом. Но новость дня понятная. Номер один это дебаты. Кстати, очень необычно, очень рано были проведены дебаты. Это не свойственно так обычно в Соединенных Штатах. Обычно они уже проводятся ближе к выборам. Но, тем не менее, было решено провести дебаты сейчас. Первый раунд дебатов провести именно сейчас. Следующий будет аж 10 сентября. А в июле, смотрите, демократическая партия проведет у себя праймериз. Подведет итоги праймериза и окончательно определит кандидата, который пойдет на выборы на пост президента Соединенных Штатов. А в августе республиканская партия будет проводить итоги праймериз и выбирать своего кандидата, который от республиканской партии пойдет в кандидаты в президенты Соединенных Штатов. И вот получается уже два официальных кандидата, которые на 1 сентября будут четко известны от одной и от второй партии. Они 10 сентября встречаются, но это уже будет второй раунд дебата. Дебаты были в довольно тяжелых условиях, я вам об этом рассказывал, вплоть до того, что была проверка на наличие наркотических средств, чтобы препараты не применялись сильно действующие препараты, они иногда содержат какие-то элементы, которые приравниваются к наркотическим. Это вот как допинг, чтобы не было допинга. 90 минут дебаты, два перерыва на рекламу и при этом никакого общения с своим избирательным штабом. То есть поддержки никакой. Можно было пользоваться только записями. Ну, что ж, Wall Street Journal назвал это катастрофическая ночь Байдена, которая может изменить ход выборов. Многие считают, ну, даже по социальным, по опросу соцопросу Байден действительно проиграл эти выборы. Все-таки старость берет свое. Возраст 81 год, состояние здоровья не самое лучшее. Трамп хоть и на три года моложе, но тем не менее выглядит более бодрее. Что и мы и увидели в этих дебатах. Байден говорил медленно, говорил тихо, ошибался. Трамп врал, очень много врал. Вот тут надо, как бы, чтобы, ну, я даже не знаю, не то, что не закрывать глаза, а просто надо констатировать факт, чтобы Трамп очень много врал. Очень много популистских заявлений, опять, особенно касательно войны России против нашей страны, против Украины. на этой почве они там чуть ли не вступили в перепалку. Кстати, дебаты прошли, надо сказать, в атмосфере такого неприязни и разобщенности. То есть, не было никаких там дружеских или других отношений, или даже в некоторых моментах можно было узреть неуважение к оппоненту. Так вот, задача, поставленная перед двумя кандидатами на дебатах, была простой. Быть собой. Лишь одному из них это удалось. Это как выводы с дебатов. Кстати, соцопрос дал 67 на 33. 33 считают, что Байден победил, а 67% американцев считают, что победил Трамп. Задача президента Байдена заключалась в том, чтобы продемонстрировать энергичность и последовательность. И он потерпел полное фиаско. Задача бывшего президента Трампа заключалась в том, чтобы сохранить хладнокровие и в нехарактерной для него степени ему это удалось. Неспособность Байдена обосновать свою кандидатуру, он путался, терял ход мысли, часто казался растерянным, оставила демократов в ошеломлении и шоке, и вызвав безумные упреки в кулуарах, где они пытались найти выход из ситуации. Панические разговоры уже начались, поскольку партия пытается справиться с последствиями, некоторые демократы призывают заменить кандидата на пост президента от демократической партии. Трамп, как всегда, наговорил шквал лжи и преувеличений, а Байден становился все более уверенным по мере того, как длилось 90 минут. После этого некоторые демократы попытались перевести разговор на сущность, а не на стиль, но немногие возражали, что хотя можно привести аргументы в пользу действующего президента и его послужного списка, Байдену не удалось сделать это убедительно. Ну, там, допустим, такие ошибки он допускал, ему надо было сказать, что экономику Трамп оставил довольно в печальном виде, вот эта торговая война, она увеличила безработицу в Соединенных Штатах, помните, пошлины там Трамп вводил на товары, особенно на китайские, пытался забрать, перевести заводы из Китая в Соединенные Штаты, Америка для американцев, и вот это очень сильно подорвало экономику и шатнуло, точнее, не то, что подорвало, и увеличилась безработица, так вот, за время президентства Байдена было создано 15 миллионов рабочих мест, и Байден должен был это озвучить, он ошибся и сказал 15 тысяч рабочих мест, понимаете, насколько, он ошибся на практически три порядка, 15 миллионов и 15 тысяч. Вот такие вот ошибки звучали. В результате Байдену, возможно, удалось вывести гонку из длительного застоя, создав более резкий контраст со своим соперником, но не так, как ему хотелось бы. Ну вот, вот так вот охарактеризовало Wall Street Journal, Washington Post пишет, что на демократическая партия в поисках решения, менять или не менять кандидата, я думаю, что, скорее всего, наверное, заменят кандидата. Ну, посмотрим, как Трамп, потому что, я не знаю, понравится ли всем республиканцам, сейчас все смотрят на реакцию демократической партии, а я подожду реакцию республиканской партии, как они отреагируют, потому что очень много заявлений со стороны Трампа, действительно, чисто популистских, это с одной стороны, вот даже по нашей войне, как он заявил, ну, его старая песня, я там заставлю их сесть на стол переговоров. Почему? Это прямое вмешательство внутренних делов. Белый дом четко сказал, мы не будем заставлять Киев садиться за стол переговоров, только в Киеве могут определить, начинать переговорный процесс с Российской Федерацией или не начинать. Вот, а Трамп говорит, я тут всех нагну через колено и Россию и Украину. Вот, ну и там много других таких. У нас уже был один такой популист, который говорил, что где возьмете деньги на пенсионный фонд? Он сказал, я в тумбочке возьму, что они там вроде как лежат. Поэтому тут тоже надо посмотреть, насколько одна и республиканская партия готова поддерживать такого президента, такого кандидата на пост президента, как Дональд Трамп. Люди не меняются, все видели, как он руководил Соединенными Штатами. Хотят, кстати, вот замечание Джо Байдена, когда по поводу там вмешательства в нашу войну со стороны США, Байден очень четко заметил и сделал замечание Трампа, точнее не замечание Трампа, он подчеркнул агрессивность политики Трампа, обратив внимание избирателей на то, что вы хотите третью мировую войну, да, тогда голосуйте за Трампа. Вот, даже в таком контексте, если смотреть. Но, тем не менее, видите, состояние здоровья играет очень важную роль в этом смысле. Посмотрим, месяц до праймерис у демократов и два месяца до праймерис у республиканцев. Посмотрим, ли сохранят кандидаты свои позиции и кто 10 сентября выйдет на второй тур дебатов кандидатов на пост президента Соединенных Штатов. Далее, Дания огласила, но это уже, по-моему, последний штрих, который можно было огласить в плане передачи нам самолета В-16. Первый комплект, первая команда техников и обслуживающего персонала для самолетов В-16 готова. 50 украинских специалистов по обслуживанию В-16 завершили обучение в Дании. Об этом сообщил командующий воздушных сил Дании Ян Дам. В скором времени начнется обучение второй группы наших военнослужащих, то есть там комплект уже есть. Ну, что сказать, пилоты с конца мая готовы. Были публикации, что первая группа пилотов, по-моему, 12 пилотов готовы сесть за штурвал самолетов и летать. Самолеты готовы, прошли модернизацию, готовы к передаче. Техники готовы. Я думаю, что оборудование давным-давно в Украине размещено и подготовлено. Россия почему и мечется со своими кинжалами, пытаясь попасть в то место, где может располагаться будущая база самолета ВС-16. Ну, пусть мечется дальше. Это как бы их проблемы. Главное, что они не там мечутся, где надо. Вот. Поэтому на сегодняшний день все, осталось только одно слово Байдена вперед. Или можно, или передаем любое слово, которое положительно прозвучит, для того, чтобы та же Дания передала нам эту партию самолетов. То есть, в принципе, вот такие сообщения, как командующего воздушных сил Дании, вселяет надежду и можно сделать все-таки мое, я думаю, что мое предположение будет правильным, дай бог, конечно, что на саммите НАТО, на юбилейном саммите в Вашингтоне Джо Байден объявит вот такой широкий жест доброй воли о передаче нам первых самолетов Ф-16. И, соответственно, мы их в июле, в конце июля месяца мы уже увидим их в небе в нашей стране. Они начнут выполнять огневые задачи. Тем более, что для их, видите, с одной стороны все готово, база, специалисты, оборудование, аэродромы и все остальное, а с другой стороны и небо подчищено. Посмотрите-ка, что мы творим с системой ПВО про Рашистской Федерации. Мы просто ее выносим, особенно в нашем украинском Крыму, который временно оккупирован рашистскими войсками. Далее по ситуации на Запорожской атомной станции. Рашистские оккупанты не прекращают мародерить на временно оккупированных территориях. Они не только отбирают личное имущество мирных жителей, предпринимателей, а также имущество предприятий, в частности на Запорожской атомной электростанции. Оккупационный директор этой, гауляйтера, назначенный Рашистской Федерации, некий атакищик, помогает рашистским военным вывозить со станции незадействованное оборудование. То есть, все, что там можно открутить и увезти, они все вывозят. Все вывозится под ноль. Псевдодиректор, он сам из Ростова-на-Дону, отвечает за подписание так называемых соглашений по передаче невостребованного имущества станции на нужды оккупантов, а также их размещения на территории Рашистской Федерации. Сам он постоянно передвигается в окружении военных и почти не появляется в Энергодаре, преимущественно находясь в Москве. Вся деятельность Атакищева подчинена Национальному Центру Управления Обороны в Рашистской Федерации, говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления, нашего Центра. Вот такая ситуация. У них это в крови. Украсть все, унитаз украсть, стиральную машинку украсть, сельхозтехнику они воруют, зерно воруют. Теперь они решили все, что не используется на станции, все демонтировать, все вывести в Рашистскую Федерацию. Дикая страна, кошмар. Далее, Финляндия передает Украине 24-й пакет военной помощи на сумму в 159 миллионов евро. Кстати, очень хорошее заявление министра обороны Финляндии. Финляндия это страна, которая на себе почувствовала русский мир. В 1939-1941 годах три военных кампании провел Советский Союз против Финляндии. Да, часть Карелии они отхапали, захватили часть финской территории. Какой ценой это как обычно не обсуждается ценой заваливания трупами и обмороженными и замерзшими на финской территории советских солдат. Но, тем не менее, это у Сталина была такая победа. Не у Сталина, у Советского Союза. Потому что это была политика государства. Финляндия намерена поддерживать Украину в ее борьбе. Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на свое существование. Мы, финны, из собственной истории поняли, насколько важен этот вопрос, заявил министр обороны Финляндии. Так что Финляндия будет нас поддерживать и вот очередной пакет на 159 миллионов евро военной помощи они отправляют в нашу страну. Еще одна очень интересная новость оказывается причем уже давно несколько месяцев США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках Киеву комплексов противовоздушной обороны Патриот, которые выводятся из эксплуатации сил обороны Израиля. Дело в том, что Израиль вставит в свою систему обороны в ключе почему выводятся Патриоты, не потому что они старые поломанные, нет, они стоят на боевом дежурстве, их выводят из боевого состава, потому что Израиль ставит на их место комплексы собственного производства, собственной разработки, там при участии Соединенных Штатов, но тем не менее они сделали новые комплексы, они их ставят ХЭД комплекс и ОРО-3. Плюс железный купол. Кстати, на замену железного купола уже есть новый комплекс, тоже они его будут производить и по мере выпуска будут ставить на замену вот этому комплексу железный купол. Поэтому 8 батарей, ну 8 комплексов, это 8 батарей системы Патриот могут быть переданы Украине, переданы нам. С учетом тех, которые у нас есть, это будет 12, а если еще добавить то, что Нидерланды по своей инициативе собрали два комплекса и Германия, того будет 14. Ну, это мы очень хотим, чтобы так было. я думаю, я думаю, что будет, потому что о том, что переговоры ведутся, стало известно еще в конце апреля, просто это не разглашалось для широкой общественности, сейчас, я думаю, раз это предано огласке, такая новость, значит, переговоры идут в позитивном ключе, есть надежда на то, что в ближайшее время, возможно, начнется передача этих батарей на Украине. Как раз то, что, ну, получается, тогда у нас суммарно может быть, там, через несколько месяцев в Украине может быть 14 батарей Патриота, 14 комплексов, полных комплектов комплекса Патриот. Тогда станет вопрос, конечно же, ракет, но я думаю, что Израиль передаст и ракеты вместе с этими комплексами, но они как бы не нужны, у них будут уже свои и другие ракеты, вот, так что ждем хороших новостей по завершению переговоров и начале передачи нам комплексов. Дело в том, что до сих пор Израиль воздерживался от передачи нам вооружения. Тут, в принципе, я думаю, что они продолжат такую же политику, к сожалению, не Таньяхов, все-таки он больше смотрит на Путина, чем на кого-либо другого в проведении своей политики. А тут, видите, тут, в принципе, скорее всего, вопрос стал о передаче, потому что, во-первых, это комплексы американские, Патриот, раз, и второе, Израиль их выводит из боевого, снимаясь с боевого дежурства, выводит из боевого состава вооруженных сил армии обороны Израиля, из состава ЦАХАЛ. Вот, вполне вероятно, что они появятся у нас. Ну, и на Пасашок новость о том, что в Соединенных Штатах, это очень хорошая новость, это мощнейший будет удар по Рашистской Федерации, в США подготовили двухпартийный законопроект о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма. По мнению авторов, инициативы на наделение России таким статусом значительно увеличат доступные США инструменты для наказания как нелегитимного Путина за войну в Украине, за деструктивные действия в Африке и по всему миру в целом. Таких стран там уже несколько, по-моему, пять. Ну, я на вскидку, это Сирия, Иран, по-моему, Афганистан, Северная Корея. Если я не ошибся в списке, ну, вот к ним может присоединиться и Рашистская Федерация. Сюда, правда, в этот список нам можно добавить счет Китай, и, в принципе, получится ось зла, как в прошлом веке. Вот была Италия, Италия, Германия, Япония, в которой нацизм и фашизм культивировали в своих и практически развязали Вторую мировую войну. Вот. То сейчас вот такая ось зла вырисовывается и среди тех стран, которые я назвал. Кстати, очень-очень важный момент, то, что двухпартийный законопроект. Дело в том, что все законопроекты, которые разрабатываются на двухпартийной основе, как правило, на ура заходят. То есть, они набирают необходимое количество голосов с первой попытки. Количество голосов с первой попытки. Почему? Потому что это двухпартийный проект, он согласован обоими партиями Конгресса Соединенных Штатов. Так что ждем, когда он будет внесен в зал Конгресса и когда начнется голосование по этому проекту. Есть все шансы, что он беспрепятственно пройдет обе палаты и будет подписан Джо Байдном. Тогда для Российской Федерации перспективы останутся только печальные. Ну что ж, вот такой сегодня получился обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я, как обычно, благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. А те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда вас могут увидеть большее количество людей. Также напомню о том, что юридическая компания Консультант ждет обращений военнослужащих и членов их семей за юридической помощью в решении проблемных вопросов прохождения службы и финансовых выплат. Причем выплат как военнослужащим, так и членам их семей. Первая консультация бесплатна. Дальше вы сами определяетесь, как вам быть и с кем решать эту проблему. Совместно с фирмой, консультант или самостоятельно. Реквизиты для обращения в эту фирму вы найдете в описании к этому видео. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога наша, слава Украине! Продолжение следует...